В начале этого года у моей матери обнаружили подозрение на онкологию. Мама на данный момент находится в Ростове. Там клиники, к сожалению, не справляются с тем, чтобы идентифицировать, откуда пошел воспалительный процесс. Мне нужно привезти ее в Москву, что в нынешних реалиях стоит, мягко говоря, немало. Поэтому обращаюсь к вам, мне нужна ваша помощь. Дам абсолютно новый концерт. Соберем денег, вылечим мать, вы сделаете хорошее дело заранее. Всем большое спасибо и приятного просмотра. Так, ребятушки, шоу-тема. Спасибо, что собрались у нас. Новый формат. Поаплодируйте всему вот этому, что есть. Концепция примерно та же, что и была. Мы раскрываем тему. Задача раскрыть тему, которую выбрали зрители. Тему всегда выбирают зрители. За каждую тему, которая попала в вечеринку, либо в съемку, мы платим 10 тысяч рублей. Если мы не раскрываем тему по ходу выпуска, я плачу еще 10 тысяч рублей. Радует ли меня это? Нет, блядь. Могу ли я с этим что-то поделать? Посмотрите на них, блядь. Если тут у кого-то еще 10 тысяч рублей, блядь. Я все спустил на очки. Кислотный диджей! Эй, кислотный мюзик! Эй, кислотный диджей! Эй, давай, давай, не силей! Не-не-не, в конце надо было. Ну нет, 10 тысяч рублей, блядь. Да, специально по-новому немного. Нас будет больше, больше комиков. Есть приглашенный гость. Сегодня это максимально странный человек. Не я. Это еще не самое странное, чем он. Так, отдельное спасибо за то, что мы вообще проводим эту съемку генеральному партнеру бара Стендапатрики, Виктория Складчикова. Ваши аплодисменты. Официальный слоган Виктория Складчикова лучше, чем Лига Ставок. Вкладывайте деньги в Викторию Складчикову. Быстрые выплаты, быстрые выводы. Надежный букмекер Виктория Складчикова. Да, тема зависимости. Поаплодируйте, прикольная тема. Да, кто нам предложил тему? Тему нам предложил наш постоянный зритель. Его зовут Никита. В любом случае, Никито за тему заработал 10 тысяч. Можете ему похлопать, он уже их заслужил. А я правильно понимаю, он не первый раз уже зарабатывает на этом. Да, да, эта тема попала сначала в вечеринку, а теперь в съемку. Он просто, блядь, месячную зарплату в Саратове что-то поднял только на темах. Но если мы не раскроем тему, Никитош получит 20 тысяч рублей. Все это будет в телеграм-канале Стендапатриков. Он вот здесь появится. Леш, положи руку вот так, сделай красиво. Ага, вот тут появится ссылка. Подписывайтесь на телеграм-канал. Что ты делаешь? Взбалтываю. Но не смешивай. Охренеть у нас Джеймс Бонд, ты посмотрел. Он ссылку взбалтал, но не смешал. Подписывайтесь на телеграм-канал. Леха, Леха, кинь сюда ее. Это первый раз, когда у QR-кода был купаж, блядь. Мне нравится, что вы вот это все делаете, а Ким Жан там стоит такой, кидайте, кидайте, хуй куда что-то видится. Все будет висеть по центру, ровно. Я уронил ссылку. Подписывайтесь на телегу, там все инфа по поводу денег, по поводу всего. Никитош, спасибо тебе большое за тему, поаплодируйте ему. Тема зависимости. Что по зависимостям? Кто начнет? Чинь, давай ты первый. Что у тебя по зависимостям? Очевидно же, что я борюсь с ней. Моя зависимость это еда. Быть казахом? Канина. В первую очередь, да. Ты прикинь, я борюсь с этим. Я очень хочу стать Олегом. У меня пока вообще не получается. Вот так хожу. Попробовал концепцию казаха, мне не зашло. Пока ищу себя. Да, я проект. Я каждый раз меняю националист. В следующем сезоне я буду. Леха Сиренко. Это раса отдельная какая-то. Ну что, зависимость еда вообще невероятная. Я сейчас за два месяца похудел на 25 килограмм и такой, ну неплохое достижение. Возьму паузу и пауза затянулась. Скушаю твикс. Да, да, да. Рекламные интеграции имеют место. Твикс, если когда-то нам денег даст, братан, мы хучу снимать будем. Нет, они может в твиксах дадут. Я уеду. Ну есть у кого-то такая зависимость еды? Кто жрет? Жрет. А ты опиши чуть-чуть вот, ну, потому что для некоторых еда это хобби. Ты опиши именно вот в чем зависимость. Это ты всех людей на диете сейчас объединил в это слово, для них еда это хобби. Ну попытался, да. Они же такие оправдания. Потому что брокколи это скорее увлечение, блядь. Это нельзя прям осознанным выбором назвать. А, надо уточнять тогда. От вредной еды зависимость. Не от всей еды. Да, сельдерей идет нахуй. Да, точно вообще. Он вообще в зависимость не попадает ни в какую. Сельдерей идет... Это чисто как нашатырь понял, когда такой опа-опа нюхал. С собой баночки носить вот здесь вот. Я думаю, точно в себя приводит. Не, нахуй еда вообще не очень. Не, у меня была точно такая же. Ну че, мы с Чиней вместе худеть начали опять. Потому что я ж... Ну это психологические же, психологические проблемы. Ты закрываешься от мира, начинаешь зажирать, чтобы там... Мне очень грустно, вот этот бургер меня любит. И все, и пошел в этот мир. Блин, это этот... Это стокгольмский синдром. Понял? Я еду люблю, а она меня уничтожает. Я ее защищаю, я ее оправдаю всегда. Не трожьте ее, она хорошая. Я понял. Чинить этих людей, которые чебуреки на сковородку кидает, его обжигают, и он такой... Бьет на еды любит. Ну давай еще масло мне сюда. Блин, знаете, что самое обидное? Что мне кажется, моя зависимость по сравнению с другими зависимостями, она более опасная для жизни. Типа, как сигареты, алкоголь, наркотики. Да, да, героинь же хуйня. Если его есть, нормальный. Нет, нет. Вот так, бургер приготовил. А что он? Нет, героинь же по брикетам, как мороженое. Разрезал. Когда бургер приносят, чистый шприц вот так вот воткнут, знаешь, типа... Что? Ну когда с ножом. Все хорошо, брат. Вот так хлебушек сверху масло намазал, героинчику посыпал. И немножечко чистая. Да, чистая капелюшечка у мифедрончика вот только. Крутая бы адская кухня вышла. Когда Гордон Рамзи орет на стены. Ага, приготовили! Юлев, я Акзамов сосутся, вот это вот. Нет, короче, я к тому, что мой наркотик, он доступнее, чем другие. То есть не надо еду искать в Телеграме, я ни разу не видел такого, чтобы... По деревам. Да, тебе по деревам ссылку скидут, жевать. Миктрисы. Это пока, пацаны. Да, да, да. Сейчас мы наггетсы будем искать, блядь, под деревьями. Я боюсь, правда, коты нас опередят, блядь. Да, менты тебя ловят. Такой, ты че там наггетсишь? Не-не-не, наркотики это. Ну ладно. Ну я щас накурюсь и очень за наггетсами поеду. Да, я к тому, что я видел пожилых курящих людей, пьющих людей, у меня вообще бомжей до хуя во дворе сейчас. Но я не видел пожилых жирных людей. Я видел. Ну очень мало. Их меньше, чем пьющих и курящих. Они потому что умирают быстрее от вредного питания. Они не доживают до этого. Они ловят. Тебе давление померить или что, ты к чему намекаешь? Я, да, очень высоко сижу. Тут воздух разрежен, блядь. Потому что люди все, жирный вес, жирный вес, блядь, ну ладно, да. Аговорочка. У меня кислорода не хватает на этой высоте сейчас. Жирный вес. Я не очень удивлюсь, если прям сейчас шагомер считает шаги. Нет, я его сегодня не взял. У него работа. Возвращаясь к теме еды, зависимости. Я к тому, что жирные люди, они все у них, они умирают из-за там, сердца останавливается и так далее. То есть мало кто из них доживает до вот этого воздуха. Хотя курящие, пьющие, ебать, они даже до семидесяти, до восьмидесяти. Вы видели их? Да. Вот эти. Они хорошо выглядят, да, по-твоему? Ты видел? У меня дед просто до восьмидесяти лет дожил, курил сигареты. А он курил, ну типа он вот тот, который еще, ну он такой, ну то, что с фильтром, это для пидоров. Поэтому берем вот этот орешник, забиваем его вот в этот ватман, блядь, и в одну тягу. Убил три голубя, блядь, упало нахуй, блядь. И бабка, блядь, зеленая сидит, не понимает, как это произошло. Но дед сох на глазах, он с каждого перекура возвращался чуть мертвее, чем должен быть. Он все, мне так нравится, он же чисто он такой и испарился в этом дыму, блядь. Нет человека, исчез, чисто вонь, блядь. Вот мы его по воне определяли, знаешь, как вот дед идет. Где-то. Я вообще думал, что я какое-то время курил сигареты с кнопками, потому что они же со всякими фруктами. Я думал, что это, ну, немного полезно, блядь, понимаете. Я такой, мято, мято, ментол. Сигарету с клубникой, я такой, ну дэшка, дэшка, ммм. Дэшка? Ну, витамин. А, нихуя ты какой. Ментоловый. Он просто кайфует с бутылкой, знаешь. Эй, в натуре не показывайте ему шприцы. Он же все, что укол в жопу, все полезно. Сейчас начнет маг по вене пускать такой, ну мне явно лучше, чем было. Ну это явно не дэшка, блядь. Я поэтому считаю, что вредную еду так же, как и сигареты, как и все остальное, нужно тоже ограничивать. Фастфуд? Да, потому что в школе вот это, блядь, пирожки, вот это вот все, это что такое вообще, беляши, вот это вот. А повариха же она как предупреждение, да? Да, да. Вот что с тобой будет. А у тебя бывает, когда ты спускаешься в столовую, видишь, как она это ест, и ты такой, не хочу. Даже когда она просто это трогает. Я вот это, ну понял, будут дети вот эти, которые в веточках кушают беляши. Чтобы руки жирными не были. Да ведь детьма, это не я ел, это ребята рядом ели, я рядом стоял просто. Я к тому, что в осознанном возрасте нужно начинать разрешать кушать вредную пищу. Слушай, ну я если честно, я бы сильно охренел, если бы увидел пацана в пятом классе, который с ланчбоксом пришел. Такой, у меня ланч. Контейнер, контейнер, мама ему положила. Я прям вижу, как ему в ебало нога летит, блядь. Прям сквозь эту гречку зеленую, блядь. И кура вот эта вареная, вот прямо она уже вот здесь. Да нет, это же время, когда у тебя метаболизм шустрый. Ну типа, я бы запретил. Знаешь, когда бы я ограничил? Я бы ограничил в момент, когда ты начинаешь бухать. Потому что вот мой вес, я же до переезда в Краснодар весил 70. Я занимался спортом, я типа был спортивный, под жарой, пиздец, сексуальный красивый тип. Потом я переехал в Краснодар и 55 килограмм набрал за год. Потому что я начал работать в клубах и такой, а алкоголь не только делает тебе хуёво. Он еще и вкусный бывает. И с ним ты едешь потом в Макдак в 6 утра и тебя вот так вот, блядь, распил. Вот в возрасте с 18 до там 27 надо, нет, вот бромы же придумали, чтоб писюн не стоял, вот нужно что-то такое же. Что? Что придумали? Промо? Бром. Промо, да. Гугл Бром. Очень плохое промо секса. Просто показывают письку не стоящую. Вот что, вот что тебя ждет. Нет, какую-то таблетку, которая аппетит, ну типа убивает вот эту потребность, вот именно в этот возраст. Потому что я в 30 начал осознавать, что такое, блядь, во-первых, я в зеркале не весь, это не очень прикольно. Во-вторых, ну не очень прикольно, я не думал такой, нет, это ужасно. Но я зеркала прям избегал вообще. Какое приталенное зеркало? Ты знаешь? У тебя зеркало М-ка была. У меня был ужасный момент, когда я весил там 130-140, мы пошли в этот, понял? Блядь, королевство кривых зеркал, вот это хуя называется, аттракцион для долбоебов абсолютный, блядь. И я туда зашел, и я во всех зеркалах одинаковый, блядь. Чисто было одно, где у меня ебало еще раздуло вот так вот. Ну это вообще ненормально, мне не нравится этот аттракцион. И поэтому после тридцатки ты уже такой, ты понимаешь, что ты умрешь, ты же вот тоже осознал. Вот, а до тридцати нет, давай это, блядь. Ну вот, я говорю то, что, ну, вот до восемнадцати, до семнадцати лет сколько раз в день вам хотелось кушать? Я вообще раз в три дня кого-то такой, блин, что-то проголодался. Чего там по двору бегаешь, ты такой, кушать хочу. А сейчас я три раза в день хочу кушать, что такое, блядь, вообще? Три. Минимум. Минимум. Ты такой, Чиня сейчас как девушка такой, сколько бывших? Три. Я пока… Но в уме? Да хуя. Три. Я просто не знаю, я к этому бургеру не относился серьезно. Леня. Леня, у меня был один и тот же бургер, но каждый день. А еще вот это грязное, шашлыки толпой вот эти шампура в меня тыкали. Это не считается. Вот эти восточные ваши самсы. А почему только до тридцати? Ну вот ты сказал, что до тридцати не париться. Иди на хуй. А, мы общаемся, диалог. Маршрут построим. Типа, нет, почему только до тридцати? Мне потому что я вот, мне двадцать пять, я в январе этого года переболел короной, у меня там что-то наебнулось. И я начал набирать вес. Я был тем, кто много хавал и не толстел вообще. А сейчас, знаете, у меня были, ну, клевые квадратные сиськи, понимаете? А сейчас у меня, блядь, треугольник какой-то там. У меня это вот еда просто по углу забирает, блядь, каждый год. Вот это. Я смотрю на себя, я, блядь, гормональный сбой какой-то, ей-богу. Мне так это не нравится. Раз там треугольник, ты просто стал музыкальней, блядь, Лёх. Лёх, я проходил все эти стадии. Я вот именно отвратительный жирник, у которого сиськи, бока, живот, который может вот так вот... Чисто клавесин, блядь, растекся по кровати. Как, типа, у нас есть вот это. Следующий уровень бока. Бока это самое отвратительное, что я... Так вот, смотри, вот уже. Нет, я не буду показывать, блеванут люди, но это ещё не бока. Бока это, когда ты на себя смотришь, такой, я чё, чебурашка, блядь, что за хуйня? Почему? Вот же ноги, блядь, чисто два спойлера, блядь. Да, вот это платье, как будто тебе, здравствуйте. Да, да, спасательный круг, это я тебе клянусь, это ужас мракобесный. Я ещё, когда ремень вот так вот сильно затягиваю, у меня такой... Вот так вот выходит наружу. Поэтому не носи брюки. А? Брюки не носи. Он этого скримет, как не носить ничего. А как вы контролируете этот момент? Потому что у меня вообще... Посмотри на нас. Нет, ну вы же следите, вон ты сказал то, что ты там 700 килограмм скинул за этот месяц. Я типа... У меня суббота, такая традиция есть, у нас суббота гнилой день называется. Гнилой день. Это когда мы прям заказываем что-то, включаем телек и пизда. Поправьте меня, по-моему это шаббат называется. В целом... Не, не гнилой день, я к тому же в субботу лежать, ничего не делать. Это же у евреев, да? Ты давай как-то, ну не будешь прям влетать, когда не уверен. Ты как-то хочешь обрезание сюда затащить сейчас? У меня зависимость от обрезания. Нормально выехал? У меня заканчивается член, помогите, пожалуйста. Мы это вырежем, да. По еде, согласен полностью, это такой бич, но боремся? Да. Боемся? В процессе. Мой совет по поводу этого, я же четвертый раз уже худею, я суммарно скинул 250 кг за жизнь, я блять, 12 человек уже убил, по-моему, таких как Леша блять. Сходите к психотерапевту, когда начинается зажор, сходите к психотерапевту, что-то не так, это точно нужно лечить через психотерапевта, ну либо будьте казахом, он как-то сам до этого дошел. Да, по-моему, это Чини, вон, человек борется. Спасибо, да. Гошан? Что? Наркозависимость. Меня зовут Георгий. Меня зовут Георгий, привет, Георгий. Вот так вот это было. Что, я употреблял наркотики, есть не хотел. В Голландии? Да, в Голландии, в Голландии употреблял наркотики. И потом летал в Самару, все правильно? Да, наверное, она, я все время, когда мы тогда на технической вечеринке что-то обсуждали, она вот погружает людей вот в эту тему. А кто долбит, поаплодируйте? Все такие, еда, да, кто долбит? Она вообще не уделит. Ладно, нет, давай, кто пробовал, поаплодируйте. Так, давай так спрошу, кто пробовал легкие наркотики? Тяжеляк? Они думают просто, это вес, правильно? Подумали. Нет, тяжелые наркотики. Нет, кто не употреблял ни разу, и такое, это говно, это зло. Я вам тоже аплодирую, лучше не начинать. Потому что если, ну я не могу сказать, что какая-то зависимость легче, какая-то, любая зависимость, она имеет свои какие-то штуки. Моя просто как будто звучит грустнее всегда. Ну, я с ней исправился, потому что, вот как правильно, ты сейчас, я просто отсылаюсь к тебе сразу, ты такой про еду, вот это так все, это ты красиво рассказываешь. Нет, в наркомании ничего красивого. Никакой романтики. Вообще ничего хорошего там нет. Понятно, что любая зависимость связана с тем, что человек так или иначе пытается доставить себе удовольствие, принять это удовольствие. Поначалу понятно, что наркомания вводит тебя в какое-то немыслимое удовольствие, но потом она с таким же успехом отпускает тебя ниже плинтуса очень глубоко. Но фишка в том, что оттуда можно выбраться, поменяв людей. Как правило, наркоманы по одному не ходят. Такая у них фишка. Это наркоманы или львы, блядь? Что вы прайдом двигаетесь? Король льв сейчас вообще по-другому заиграл, блядь. Пошел, возглавил стаю. Интересно, из-за чего у него шрам, блядь? Ложкой горячей. Некий разъеб запущен. Туда? Что? Да, надо просто менять людей, потому что тяжело справиться с этим кучкой. Что-то должно вытягивать. По-любому это должны быть люди рядом, по-любому это должен быть какой-то анализ. И проблема в том, что в принципе человек просто нихуя не хочет анализировать. И поэтому в этом можно сильно застрять. И если ни разу не пробовали, и не надо. То есть все вот эти байки, что не надо начинать, наркоманы, я один раз попробую, все такое. Так это все и заворачивается, тут нет никаких секретов в этом плане. Это все зависит. Я же пробовал, вообще не мой кайф. Вообще не мой кайф. Ты такой случай. На самом деле это случай. Брата, да какой случай. Я видел кучу типов, которые плохо покурили. Ну типа, я плохо вот покурил, блядь. Все четыре раза это был ужас, что я тогда крался, блядь, что я 40 минут до дома дойти не мог. Потому что это... Да это... Вы не в курсе этой истории? Так у тебя все смешалось. Ты был крупным и в принципе не любил ходить, блядь. Да я не был тогда крупным. Я не был тогда крупным. Я жил в Майкопе еще, а это на районе всегда есть старшики. Тем более, Кавказ это был бич. Ну была проблема с наркотиками большая на Кавказе. Может сейчас есть, я давно там не был. Но ушло это, слава богу. И там у старшиков был прикол накурить так, чтоб ты такой... Ну и все. Как обеликс, блядь. Навсегда накуренный. Вот я тебе, как бывший наркоман, говорю, что это не прикол. И ты в натуре случай. Ну вот это... Меня... Раздули меня один раз в Амстердаме. Мы летали, есть прямой рейс, Майкоп, Амстердам. Амстердам, да. Но для меня это был ужас. А все остальные разы, но они тоже... Меня не накрывало никогда прикольное, поэтому никогда не употребляло. Слушай, не, на самом деле, правда, повезло. Здорово, что так получилось. Понятно, что каждому своему... У меня есть таких полно историй, где куча людей, все этим занимаются. В Амстердаме, соответственно. И также есть люди, которые... Мне нравится, что ты до сих пор нос чешешь. Это не относится к делу. У меня есть куча людей. Они все в носу, блядь. Они все этим занимаются. Такой человек. У нас тоже были точно такие же чуваки, как ты. Которые попробовали и... Что? А, ему показалось, что он горит. И первым, что он нашел, где себя потушить, это лужа. И... Как у него прозвище? Жак Ив Кусто, блядь. Так мы его называли, блядь. Больше мы никак его не называли. Он нырнул, потушил огонь и больше этого не делал. Но ему понравился не прикол наркотиков, а что он мылся в лужи, блядь. А остальные, это те, кто такие, да мы не будем, блядь, мыться в лужи. И все равно поэтому это затягивает. Просто, если вот с кем-то не произошло вот такой истории, понятно, что такая история, скорее всего, тебя точно отобьет всякое желание. А бывают те, кому не повезло и никаких у них прям таких жестких, прям истории не было. Они происходят потом. Когда ты думаешь, что с тобой уже этого не случится. Потом они происходят. Ну, короче, не пробуйте, не пробовали, не начинайте, это точно. Леха, что у тебя? Я не знаю насколько, у меня, я, 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 я обращу. Наверное, вы понимаете, что такая созависимость. Давай всю фразу можно переговорить. По-моему, прикольный вышел. Созависимость, это когда ты зависим от каких-то людей, что твое счастье напрямую зависит. Нет, это не созависимость. Эмоциональная зависимость, ты имеешь в виду? Эмоциональная зависимость. Созависимость, маленький ликбез я тебе проведу. Это когда ты находишься в отношениях с человеком, у которого есть зависимость. И ты созависим с ним. Да. Это если бы мы с тобой встречались, и ты бы тоже любил кушать. Нет. Он страдает от того, что ты любишь кушать. А, нихуя себе ты. То есть ты берешь... Расстанься со мной, блядь, расстанься со мной. Расстанься, спасайся. Ты берешь его телевизор и несешь себе за бургеры. И вот это вот он грустит по этому поводу. О, реквием по мечте. Это вот про вот это. Как мы нахуй упали? Как это? Там фильм начинается... Ты любой фильм назвал вообще такой? Нет, там же фильм начинается только что. Ой, это же как «Игра престолов». Все, поехали дальше. В общем... Обобщи. Я, пожалуй, с личного начну. Что такое? В эти конфронтации спускаю. В общем, у всех есть какие-то кумиры? У кого есть кумиры какие-то? Киноактеры? Леонтьев! Гоша Гообородов! Выжили. У меня кумир вы, Леонид Кулаков. Пидарас! Я, пожалуй, это ненадолго оставлю вот так. Я думал... Эй, ты чё собака? Блин! Леха уже первый человек, который так кофту сделал. Нет такого вообще? Короче, у меня очень много... Я как будто стою на страже гейства, ты понимаешь? Ты не пройдешь, Лену А.РУ прям вот так вот. Леня фейс-контроль. Давай, Лех, что там? Если это как-то со мной связано, я тебя ударю. У меня очень много кумиров. Чаще всего в большинстве своем это какие-то комики, комедийные актеры, просто актеры разные. И мне очень сильно... Вот у меня это с детства идет. Вот ты помнишь этот момент, когда ты посмотришь какой-то фильм, тебе нравится какой-то герой, условно говоря, Человек-паук, да? И ты такой, всё, я Человек-паук, да? Я Человек-паук. У меня это идет с детства и вот до сих пор по сей день. Ты до сих пор Человек-паук. А? Ты до сих пор Человек-паук. Вот. И мне это... Я постоянно открываю для себя кого-то нового, какого-то актера, какого-то комика. И я начинаю полностью перенимать его манеру поведения, его... Братан, улицы разбитых фонарей не смотри. Я не хочу в моменте, чтоб ты в шляпе пришел такой, я Козанова. И я постоянно... Мне кто-то нравится, не знаю, что именно, но меня он привлекает. И я начинаю полностью его пародировать. И живу в какое-то время в этой пародии. В этой иллюзии. Братан, ты с этим лицом, кроме Джима Керри, на кого хочешь быть похож. Вот это вот меня тоже уже вздрачивает постоянно. Я в какой-то момент... Меня это уже очень сильно злить начало, когда... Но ты либо Джокер, либо Джим Керри. У тебя два варианта по жизни двигаться. Ну ты точно не Саша Петров. Почему? Давай, давай. Я полицейский с Рублевки. Йоу-йоу. Короче, бывает... Сейчас переснимем. Нормально, нормально, да. Ты что, Бурунов? Получается, что так. Все, понял. Что из этого вытекает? Я София Каштанова тогда. Мне нравятся, то есть, настоящие, реальные люди. Какие это? Персонажи? Нет. Люди. Человек-паук не настоящий. Да ты успокойся! Я тебе говорю то, что мне нравятся актеры, комики. Я их начинаю перенимать их поведение, их точку зрения. Хотя она, наверное, не такая на самом деле. Из-за этого у меня нет постоянного мнения. У меня все это зависит от настроения. Условно говоря, допустим, смотрите, когда у меня хорошее настроение, я считаю, что бабушкам нужно помогать спускать тяжелые сумки с лестницы. А если у меня плохое настроение, я думаю, а нахуй ты ее взяла. Шесть утра. Нахуй тебе. Получается, Лех, ты в плохом настроении начинаешь думать. В подъезде, но думать. Ты в целом в плохом настроении разберешься в российской демократии. Попробуй это сделать. Так, что, прописываем лечение побольше балабанова, значит, смотрите. А ты от кого перенял вот это? Ты же говоришь, от людей ты перенимаешь поведение. Надевать футболки с принтами, ты кого-то в Анапе увидел? Он этого, капитан корабля. Тебя по всей видимости. С чего началось? Все началось... Вот этого печатаем. Все началось просто с детства. Какие-то вот супергерои, вот это вот все. Потом ты взрослеешь, и тебе начинают уже нравятся какие-то другие персонажи, более какие-то реальные, более реалистичные. Условно говоря, вот смотрите, если мне нравятся просто актеры и комики... Кто последний? Мурат Легенда, прикинь. Сейчас... И Леха сидит такой... Условно говоря, сейчас это комик, комедийный актер Билл Хейдер. Знаете кто-нибудь его? Билл Хейдер. Да ладно. Сериал Барри, посмотрите, очень, кстати, рекомендую, очень смешной. А, ты на него тоже визуально похож? Чуть-чуть. А, все, понял тоже. Который в Ану снимался. Да, 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 да. Вот, они мне нравятся, то есть это реально люди, я про них что-то узнаю, и я такой, бля, ну давай вдохнови меня еще ебать. Ну понимаешь, я типа интервью смотрю или еще что-то. А потом контент заканчивается, и я не знаю откуда черпать вдохновение, и потом мне ступор, а теперь кого пародировать? Ты включаешь ютуб, и в три часа ночи ты сова. Я какое-то время хочу быть дедом Бом-бом. Оглазище, оглубись, бля, ну ты индейц. Ну ты индейц, Бом-бом. Не, Лех, я даже не знаю, что, я был удивлен, я был, ну ни секунды не сомневался, что зависимость будет странная, но с этим я даже не знаю, что советовать. Ну поищи себя. Вот, да, я о ком-то знаю больше, чем о себе, блядь, это вообще как-то ужасно. У тебя дискомфорт это досконал? Да, я испытываю дискомфорт, потому что наступает момент, когда я устаю жить в пародии. И ты сейчас как Галкин говоришь. Я устал жить в пародии, хочу жить в замке. Типа я Рапунцель теперь. Ой, Лех, все будет хорошо, ты просто повзрослеешь и в моменте поймешь, кто ты есть. Так, и что, я остался, алкашка, 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 да, все. Я прям даже долго распыляться не буду, я прошел все стадии алкоголизма, какие можно было пройти, кроме общества анонимных алкоголиков. А я думал, алкашка женщина какая-то. Алкашка, да, женщина, моя любимая. Мы с ней вместе в Сбербанках ночевали. Алкашка Синьковна. На Наргиз Закиров уходили. Нет, для меня пик моего алкоголизма был, это когда мы пили рубиновый браслет. Это анапское вино, от которого ты пьешь один стаканчик и такой, ну в целом память же мне и не была нужна. Я в целом, что прикольного я запомнил за жизнь. Ну это можно все стереть. Зачем мне седьмой класс? Он мне не нужен, блядь. Некое форматирование. И я был, да, я превратился в roll-up конструкцию Наргиз Закировой в Геленджике. А кто это? Roll-up конструкция? Это... Наргиз Закирова? Наргиз Закирова. Это певица, она в голосе была. Лысая. Там было плевать кто... Не надо, он о ней все узнает, будет лысый брат. Он что-то ее пародирует. Просто еще кого мне пародирует. Брат, там было плевать кто, я просто увидел баннер и такой, этот артист должен собрать sold out. Я сорвал плакат, поднялся на набережную, обернул вот так вот столб и крутился вокруг столба и говорил, приходите на Наргиз Закирову. Не, я просто говорил, приходите на Наргиз Закирову, концерт великолепный, главный концерт на зал города Геленджика. Приходите. Мне, пацаны пытались меня снять, но это бесполезно в этом состоянии. Тоже память стерлась. Нет, там три раза останавливались мусора, которые патрулируют набережную и такие, а что с этим делать? Поехали. Он просто реклама. Человек-баннер. Мы же ничего не можем с ним поделать. Ну и я начал сильно прям бороться с алкоголизмом, когда у меня, меня перещёлкивает эмоционально. Я же пограничник, но эмоционально... Да, я стою на границе со здравым смыслом, братан. Такой, предъявите документики. Эй, хуй хочешь, предъявлю? Я вот этот человек. Мне нравится, что такие же истории отбили тебя только ты, но не от алкоголя. Я, короче, меня перещёлкивало в агрессию. От еды не бывает такого. Я не знаю, пацаны, вот кто пьёт, у вас бывает такой момент, когда ты невероятно счастлив на пьянке, тебе очень хорошо, но что-то происходит, один взгляд, что-то. Плевать, кто это такой? Ну я же пиздиться умел всегда. А у меня ещё и много навыков, типа бокс, тайский бокс. И это в какой-то момент стало небезопасно. Ну прям реально, я на тусовках был отвратительный человек, про которого сразу говорили, когда ты приходил, ой, Лёня пришёл, ой, точно, давайте типа от людей подальше находиться. Это доходило до тяжёлых последствий. И меня вот этим заряжали перед пьянкой. Что, Лёня точно с кем-то попиздится? Ну если зал просит. Как я могу подвести свою аудиторию? Кто я такой? Ну и вот, было две тяжёлых пьянки. Ну то есть были там, я же там посидел в СИЗО за нанесение побоев из хулиганских побуждений. И это всё следствие алкашки, поэтому я с ней всю жизнь боролся. Сейчас не пью, слава богу, меня это очень устраивает. Это выбор типа. В целом, я вот по своей зависимости, что могу сказать. Гошан говорит, не пробуйте. А я такой, что если ты начал пить, это тоже следствие чего-то. Какая-то. Побухай так, чтобы все охуели. Ну выпей всё. Ну добухайся до интоксикации. Ну типа вот прям пусть тебе будет плохо. Торпеду, чтоб тебе вшили, блять. Через неё побухай, ещё три дня поболей, блять. Ты по-другому не... Там надо на самое дно ухнуться прям, чтобы от тебя все отвернулись вообще. И только после этого ты начинаешь задумываться. Ну реально, Юра один сидит, вы думаете просто так? Человек, да, постучался вверх. Не, если начал бухать, бухай. И если, ну типа невозможно алкоголика тормознуть со стороны. Нельзя ему объяснить. Типа, Леонид, вот то, что ты вот сейчас вот въебал вот этому человеку, это не очень хорошо. В моём мире? Да я же ему въебал, видел, как красиво. С вертушки. Охуеть, блять. Нам ж Таргиз понравилось. С плакатом сидит. Таргиз. Поэтому типа, если начали пить, вы опуститесь на самое дно, но потом починитесь. Я вам желаю просто не попасть в такие психологические проблемы, которые тебя сподвигнут бухать. Лучше хавать. Либо пародировать других людей. Которые пьют. Да, да, да. Просто очень сидит, уверенно видим такой. Эй, бармен, дай мне как обычно. Иди нахуй отсюда. Меня устраивает этот ответ. Актёр, лебаный, блять. Сейчас мы позовём гостя. Я специально, максимально оттягивал процесс... Процесс. 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 Оттягивал. У нас просто из людей, сидящих здесь, с ним общаться умеет только Гоша. И это не потому, что наркозависимость моя тема. Ну давайте тепло поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Невероятный, обворожительный, по-своему прекрасный Митя Сорокин. Вот сюда? Да, да. Присаживайся. Ничего себе, как будто какое-то жертвоприношение. Есть немножко. Ну что ж, рады тебя видеть. И я тоже. Давай тебе люди поаплодируют. Давай. Лёша, не создавай новых провокаций. Что тебе помочь? Я со второй его версии не умею рассказывать. Митя говорит, тебе помочь чем-то. Ну что ж, так скажем, пустим кровь. Да? Так, я сразу, я не буду участвовать. Я все, я тоже выпадаю. Я буду угорать просто ближайшие 23 минут с этого. Я тоже тогда. Митя, подскажи, пожалуйста, у тебя есть какие-нибудь зависимости? Да, конечно. Кроме очевидных. Очевидные-то какие? Невероятные. Абсолютно в точку. У меня зависимость, она мне нравится вообще. У меня зависимость от поиска доказательств неизведанного. Это что-то, что выходит с утра. Не важно. Оно идет утром по первому каналу. Как бы вы хотели это или нет. А что там? У меня просто нету телевизора. Там и проведем листы, и про НЛО. Да. Разные теории. Надо завести. Толпу. Просто Митя, фанатка программы «Необъяснимо, но факт». Блин, она закрылась, а что, а где Дружко теперь? Ее надо, наверное, объяснить эту зависимость. Можно еще раз, как зависимость от поиска? Не, неизведанного. Доказательств? Доказательств неизведанного. Так, давай начнем с неизведанного. Давай, сейчас, одну секунду. Смотри, за рекламной интеграцией, чтобы Apple потом не торчал нам денег. Я бы охренелся, чтобы там маленькая складочка была. Очень сильно подготовился. Митя, что-то… Все, запускаемся. Вперед. Вот есть монтаж, и мы такие… Куда-то переносимся. Что началось? Это диктофон такой. У меня и Библия, на всякий случай. Пока, пока попозже. Хорошо. Гоша, привет. Привет. Слушай, скажи, пожалуйста, все еще актуален твой вопрос? Да. Можно его еще раз тогда повторить? Можно я тоже, как хулиган, сяду? Да, конечно. Митя, нам надо чуть-чуть понять зависимость твою. Мы рассказали про свои. Леня, алкоголизм. Какой замечательный вопрос. А, прости. У нас у каждого есть зависимость, и у тебя тоже, соответственно. Да. Как будто крестика не хватает, да, на веревочке? Ну, у тебя есть Библия, расслабься. Сейчас, секунду. Все. Готово. Как ты ищешь неизведанное? У тебя прям зависимость к этому? Ты хочешь всегда узнать что-то? Конечно, потому что, вот смотри, что разве тебе не интересно, если ты приехал в какой-то чужой край, а там есть дремучий лес, что тебе не интересно, а вдруг там действительно живет леший? Нет, правда не интересно? И прям тяга есть. Конечно, это же безумно интересно. Ребята, все, кто смотрят, примерно так спайс влияет на организм. А, кстати говоря, спасибо за вопрос. Спайс Герлс. Да. Вам знакомо такое название шалфей предсказателей? Да. Да. Знакомо? Да. Ну вот, знаешь, просто я абсолютно понимаю твою проблему. Потому что однажды очень интересно было, как же предсказатели вот это все делают. Благодаря? Благодаря костру с шалфеем. В том дремучем лесу. Да, и ты знаешь, я не понимаю, как они с ворохом информации такой работают. И еще, знаешь, очень здорово, зато я понял, что в глазах у Соника, помнишь, который на Сеге? Когда он разгоняется со всей скоростью, и у тебя весь мир в точку превращается. Некая сингулярность. Да, здорово, мы с тобой на одной волне. Конечно. Я себя, знаете, как ощущаю, как будто с Гошей по Арбату шел, к нему какой-то дурачок прислал, я жду, когда Гоша договорится, и мы дальше пойдем. Зато мы знаем, что такое сингулярность, поэтому и дурачок. Самое пугающее, что он с Библией вышел зачем-то. А вдруг вы скажете, ну и что там, например, что ты знаешь о Пеликане? Вот что ты знаешь о Пеликане, например? У него вместительное вот это... Не Великане. Пеликане. Тогда ничего. Отличный ответ. Ничего себе. Отличный ответ. Пеликан пролетел. Зоб. Зоб. Это называется Зоб. Это... Подбородок. С Суперменом дрался. Вместительный... Мистер Зоб? Да. Сладкие зобки. Интересно. А можно я с тобой как хулиган? Ну, генерал Зоб. Как хулиган. Генерал Зоб? Да. Я вообще все пропустил. Ничего, нагоню. Как долго я спал. Так, а что мы знаем про Пеликана? Зоб. Отличный вопрос. Смотри, ты знаешь, что такое реторта? Это торты... Повторные. Иди нахуй. А тебя здесь очень любят, да? Я очень рад, что ты здесь, потому что они переключатся. Ты как будто некрасивая подруга, да? Это ее образ. Не заморачивайся. Мить, что ж такое реторта? Отличный вопрос. Реторта — это алхимический инструмент, очень напоминающий Пеликана. Почему? А даже Иисуса изображают как Пеликана. Откуда эти сведения? Потому что надо интересоваться. А всего-навсего Пеликан. Что мы знаем? Ну, он вот так вот разбегается по воде, отталкивается и летит. Что он еще? Рыбу кушает. А то, что он и есть где-то Иисус, никто не знает. Ну, как никто? Сейчас, одну секунду. Первое, что попалось — Иисус. Не дай соврать. Книга ответов и предложений. Митя, а можно я гляну? Конечно. Аккуратней. Знаешь, что сейчас происходит? У меня есть омовение. А, прости, за вопрос, может быть, ты мусульманин? Да. Ну, пока руки не горят. А ты знаешь, что... А ты думаешь, так работает религия, да? Я чуть-чуть шип... Я должен шипеть начать. Вам где-то это говорили, да? Это просто ты не голодный, поэтому не шипеешься. Это просто перепечатанное издание. Все, хорошо. Вопросов нет. Сейчас надо... Спасибо, Митя, большое за эту упознавательность. А, я думал... Не, не, не. Давай библию. Прикинь, Леха бы зашипел. Вот это я бы охуелся. Все, Митя, спасибо большое за это. А, ты воду освещал? Да, да. Я бы хотел, чтобы ты нам помог немножко, Митя. А, мы вернулись. И немножко бы сказал о наших еще зависимости. Твои мы поняли все. Ты употреблял ли ты наркотики, Митя? Ну что ж, вернемся в прошлое на шесть с половиной минут. Люди сейчас перемотали на шесть с половиной минут. Так. Говорит ли тебе что-нибудь название шалфей-предсказатель? Вопросов больше нет. Митя, следующий вопрос. Сейчас я к тебе повернусь. Тут так удобно, я как пират. Митя, была ли у тебя когда-нибудь зависимость от желания пародировать других людей и жить их жизнь? У Леши такая проблема. А я вас слушал все это время вот здесь. Извини, пожалуйста. Так, надо подумать. Какие есть ресурсы для решения? Я один раз пытался Ельцина пародировать, но... Получилось? Нет. Почему? По-моему он застрял в нем. Потому что... А можно же сказать, что все пальцы целы? Это очень интеллектуальная шутка. А почему никто не знает, что 9 пальцев у кое-кого было? У Ельцина? Не, не многие не знают. У кое-кого. Ну что ж. Итак, экскурс в историю. Сколько пальцев было у Бориса Николаевича Ельцина? Я знаю ответ. Пишите в комментариях. Пожалуйста. Пишите в комментариях от одного до количества пальцев Ельцина. Слушайте точно. Давайте устроим конкурс. Итак, сколько было у Бориса Николаевича Ельцина пальцев? А кто правильный ответ даст, кто напишет девятку, тот получит книгу... Тот получит книгу Вальтера Скотта Айвенга. Вперед, к вашей мечте! Кто напишет девятку? Это лучшая реклама книги Айвенга. И от себя мы добавим Балтику девятку. Это самый легкий конкурс. Это даже легче, чем когда ты решаешь сканворд, а ответ вот так перевернуть надо. Мить, скажи, пожалуйста, выпивал ли ты когда-нибудь? Я иногда пробую на Новый год. Мы там с бабушкой, с Галей, с ее подругой. Немного там шампанского. Или, знаешь, есть красное вино. Какое? Когор? Нет. Красное? Никогор. Я по-дружески. И она, знаешь, представляешь, помнишь, как в книжке из мультиков она говорит спасибо. Георгий, вам слово. Сейчас, одну секунду. Да, пожалуйста, Митя. Тут так удобно вообще. Знаешь, здорово. Здорово. Очень, вообще супер. Я, знаешь, я вообще рад, что пришел. Прости, что перебил. Митя, а поесть ты любишь? Поесть? Конечно, люблю. Потому что человек, он ест, и пьет, и живет. Краткий экскурс в физиологии человека. Слушайте, а вот что у вас, первое, какая ассоциация, когда говорят еда? Вот сейчас Шенгас сказал, я представил пельмени. Еда, а ты что представляешь, Алексей? Вареники с картошкой. Это потому что я сказал пельмени. Скорее всего. Это называется НЛП. А ты... НЛП это значит налепи, понял? Спасибо. Леонид, а у тебя что рождается, когда ты слышишь слово еда? Шоколад. Угу. Так, а давай с тобой продолжим. Мы попали в викторину. А что у тебя рождается, когда ты слышишь слово олень? Шоколад? Я не хочу тебе говорить. Хорошо, и последний вопрос. Что у тебя рождает... А, нет, лучше я это не буду спрашивать. Знаешь про что? Я хотел совместить и спросить, что у Леонида рождается, если словосочетание шоколадная олень. И потом подумал, сейчас такое начнется. А, из огня да в полымя. А, из огня да в полымя. Леня, у него сейчас в руках вот эта пушка из НЛП. Я не понял, как бы. Мы не знаем, но он, наверное, упал на олень. Пельмени. Ну что, понятно? Это был хороший урок. Мне еще нужно натренироваться. Вопрос? Ну конечно, да. Помнишь, мы говорили про твою зависимость? У тебя познание к неизведанному. Ты говорил про какой-то лес и хотел узнать, есть ли там леший. Конечно, это был пример, но у меня тоже все равно очень интересно. И знаешь что, мне кажется, ты тоже заинтересовался. Я по этому спросил. Это тоже НЛП. Я сейчас краем глаза увидел, что тут есть название улицы. И мы как будто же на улице сидим. А вот это тебе как? Хорошая. Вика Складчикова. Мит, а можешь все прочитать? Конечно. Вика Складчикова. Лучше, чем Лига Складчикова. Отличная предвыборная компания, Вика. Вика Складчикова. Лучше, чем Лига Складчикова. Бля, я же знал, что так будет. Таганский район с тобой. Это же так в точку. Леня, а куда идти восстанавливаться после всего этого? В лес, но будь аккуратнее. Будут ли какие-либо выводы? Выводы на нашем канале вы делаете сами. Переходим к упражнению выводы. А так это он нами управлял все это время. Мит, так как мы подходим к концу нашей потрясающей телевикторины, ты не мог бы касаемо всех, ты же прослушал, все зависимости. Тяжелая зависимость у Шенгиза про еду, тяжелейшая у Георгия про наркотики, у меня тяжелая про алкоголизм и невъебательски самая тяжелая зависимость у Лёши Сиренко желание перетягивать на себя другие образы. Да, это конечно кошмар. Митя, а ты можешь по десятибальной шкале оценить каждую зависимость? Давай, еда. Да, могу. Еда. Только подождите, мне сначала нужно понять, десятибальная шкала это в хорошую сторону, нет, в хорошую сторону, это наверх там, потом рай. Если очень тяжело, это десять. Да, очень тяжело, почти смертельно, это десять, и ты такой, я иду как ся вдоль Чагабана, это моль. А скажите, то есть получается, что зависимость это что-то плохое? Не обязательно, то что у Лёши я не могу идентифицировать. То есть Лёша в соревновании не участвует? Участвует. Просто чтобы Лёше не было обидно, он же должен. Участвует. Давай, чтобы не было обидно, тогда десять? Точно, десять с плюсом. Это новый мультик. Это кошмар. Кимпи с плюсом и Лёха Сирянка десять с плюсом. Это кошмар, я вообще не представляю, как с этим живёшь, да? Спасибо, Мить, большое, мы в реабилитацию Лёху отвезём после этого. Есть рехаб для людей, которые накидывают образы на себя? А, есть. Театр. Да, да. Это были слёзы очищения. Спасибо, Митя. А вот Георгий, наркозависимость. Но ты же уже бросил эту... Не, похабную не подходит. Эту... Сейчас, нужно всё-таки развернуться. А, ты здесь. Ты уже же бросил эту наркозависимость? Да. Мы можем тебе только поаплодировать. Спасибо большое. Давай. Это сколько из десяти? Тебе было тяжело? Да. А сейчас легко? Да. Десять. Спасибо. Лёх, ну без плюса, чтоб ты не обижался. Да, да, да. Без плюса. Ты лидер. И, знаешь что, им останешься. Какие-то некие спойлеры подвезли. Мить, у меня алкоголизм был. Да, я знаю. Ахахахаха. Ахахаха. Да, блять. Да, 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 все, хватит. Ахахаха. Иван уже молится. Ахахаха. Я вам так скажу, от Мити ничего не скроешь. Никогда. Во-первых, спасибо большое, что ты с нами этим поделился. Охахаха. Да, Алёша? Эм. Десять. Спасибо большое. А есть ли смысл спрашивать про еду? Да. Еда у шингизов? Да. Шингиз.. Еда. Шингиз, ты тоже молодец. А тут получается… Но я до сих пор ем. Шоу-молодцов. А, конечно, иначе ты бы просто умер. Нельзя так говорить. Это плохое слово Тогда тебя бы просто не было с мамой Давай умер поменяем на Uber Давай Это у тебя на подсознательном Ты хочешь туда? Да, таксовать хочу Таксовать хочу Мотив известной песни Кайфовать хочу Что, сколько я? Давай с 7 Ебать Мне было интересно, возмутишься ты или нет? Скажем так, крайне да А если 7 с плюсом? Нормально Отлично Я рад, что мы из вас команду сформировали Мить, если можно, пожалуйста Вот в камеру Всем, у кого есть какие-либо зависимости Нужен какой-то общий вывод и пожелание Если тебя не затруднит, конечно Так Раз, два, три, четыре Ничего себе, у вас четыре камеры А, или Подождите, это может быть две А там просто вампир стоит На коленях Там же сцена Он не вампир, он кыргыз По что мы упали, блядь? Что? Давай уже выводы Слушай, ну это же очень интересно Кыргыз-вампир Надо заняться Доказать Поиски доказать неизведомо Ну что, мы можем подв... Сейчас, одну секунду Могу поддержать библию Давай Комфортно тебе Ну что, подведение итогов Запустить Митенька Отпусти нас Я что, шалфей? Друзья, мне кажется Что самое важное Определиться Ваша зависимость Это что-то плохое Или что-то хорошее Если это что-то хорошее Например Вы зависите от того Что не можете не бегать По утрам Это же прекрасно И бегаете тогда А если что-то плохое То... Шенгис сдулся И за это ему отдельные аплодисменты А если вы что-то плохое То посмотрите на этих ребят Они сейчас выступают И они абсолютно Выкинули зависимость Из твоих сердец И душ Аплодисменты Митя Сорота Это очень хорошее пожелание Спасибо Да, я думаю Это и финальное пожелание В целом Ребят Мы Это Шоколадный олень Пельмени Пельмени Видите, все работает Курсы НЛП в описании Подписывайтесь на Митю Сорокина Во всех социальных сетях Которые у него есть Я не знаю, что там Какие-то есть Там мы и на гитаре учимся играть Там Ты не знал? Я знаю Митя, я знаю Короче Напишите в комментариях Раскрыли мы тему или нет Да нет же, блядь Вообще нет Точно нет А я верю Ну, короче Напишите в комментариях Раскрыли мы тему или нет Если нет, то Никита получит не 10 тысяч, а 20 тысяч рублей Спасибо вам большое Это было шоу-тема Ваши аплодисменты всем, кто был Сегодня для вас были Лёха Сиренко Шенгис Ермек Гоша Белобородов Леонид Кулаков И невероятный, фантастический Искатель всего неизведанного Митя Сорокин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому